Всем доброе утро! Буду сейчас завтракать. Разогрела себе кашу булгур 115 грамм на 3 граммах масла. Просто смазала сковороду, чуть-чуть разогрела. Бутерброд уже последний, нужно будет еще купить такой рыбки вкусно. 40 грамм бородинского хлеба, 10 грамм мягкого сыра, огурчик я не считала и 20 грамм брюшка семги. И сварила себе кофе и добавила туда 5 грамм сливок, размешала с 30 граммами молока и добавила в кофе. И мой завтрак составляет 335 калорий. Вот такой сегодня у меня завтрак. Сегодня понедельник, отчетный день. В конце покажу свой вес. Кому интересно, посмотрите. Буду кушать. Приятного аппетита всем, кто кушает. И мне тоже приятного аппетита. Иду на тренировку. Как я говорила, как это бывает, не хочется. Но иду. Через силу. Искала-искала себе оправданий. Ну, конечно, находилась куча оправданий. И погода вот какая. Видите, я уже опять в зимнем пальто. Потому что прохладно. И сегодня как будто я чувствую себя как-то не так. Ну, и ищу причины. Причин можно найти много. Мне, девочки, надо поднимать попу и идти. Пойду немножко позанимаюсь. Покажу вам. Отчетиваюсь. Я уже тренировалась два круга. Сука, тренировалась, только не хотела, девочки. Все через переодоление. Ну, что ты сделаешь? По-другому никак. Никак по-другому. Иду, девочки, с тренировки. Хотела сказать, пока не забыла. Вот у вас не было такого? Вы не замечали? Вот когда ты делаешь через переодоление? Или занятия какие-то? Или даже вот этот вечерний жор, когда ты вот хочется кушать, и ты себя переодолел. То на утро практически всегда идет хороший отвес. Замечали такое? Поделитесь. У нас уже готовятся к Пасхе. Видите, яйцо какое. Украшают. Украсят я вот, а потом покажу получше. Хочу зайти. Хочу зайти в мясной. Заказали мне холодец. Девочки, мальчики, кто любит холодец? Поднимаем руки, ноги. Желательно по раз в 30 и в 3 подхода. Пойду куплю мясо. Попала под дождь, нашла в кафе. Подожду, пока закончится. Я в автобус как раз свой подожду. Была капучино. Горячая, хорошо. Пальто мокрое, все сняла. Хорошо, что одела сегодня зимнее пальто. Оно не промокает. Ничего, подожду автобус. Пришла домой. Только разделась еще. Пальто бросила. Мясо положила в холодильник. И хотела с вами поделиться историей, которая произошла со мной в кафе. Говорится, с корабля на бал. Думаю, расскажу. Потому что мне эта история очень понравилась. В общем, на улице и шел дождь. Я зашла в кафе, потому что до автобуса оставалось еще 40 минут. Хорошо, хоть и одела пальто, но все равно. Оно сверху, хоть наспас не промокло, но все равно мокрое все. В общем, в кафе нас было там немного. Много человек я сидела, еще там молодежь, за двумя столиками там сидела молодежь. Зашла женщина ромской национальности и попросилась, говорит, можно я погреюсь? Ну, продавец сказал, да, заходите, можно. Ну, вот она зашла, села, вся мокрая. Говорит, это, ну, дворником работает. С утра работала, говорит, застал дождь, вот мокрая. Говорит, можно, говорит, мне кипятка? Говорит, я так замерзла. И знаете, так приятно. Вроде молодежь сидела, вся в телефонах, подскакивает. И не кипятка, говорит, давайте мы вам купим чаю. Другой говорит, давайте бутерброд. Мне даже обидно стало, что это я тоже не успела. Ну, в общем, всем ее накормили, напоили, купили ей чай, купили ей два бутерброда. Она чуть, конечно, не расплакалась. Благодарила очень. Ну, я не о том хочу сказать. Все-таки, какая у нас молодежь. Вроде сидят в телефоне, ничего не происходит, да. Ну, сразу вот отреагировали. И так приятно, что все-таки добрых людей больше. И в том числе, что молодежь такая, что понимает. Человек попросил кипятка, просто кипяток, понимаете. А люди сразу встали и, как говорится, обогрелись и накормили. Такая аура сразу, вот знаете, в кафе. Хоть кафе такое, ну, незаурядное немножко, ну, на остановке. Вот. И такая аура такой какой-то доброты, теплоты. Мне очень понравилась эта история. Поэтому я с вами поделилась с ней. Так что давайте будем добрее. Работница у меня, массажистка. На полставки. Массажистка на полставки. Пол третьего. Буду обедать. Хорошо, что еще есть борщ. Никто не хочет есть вкусный, но они у меня не любители. Редко едят жидкое. Здесь 400 грамм борща. 70 грамм филе отварного. Отварила его отдельно. Потому что в борще уже не было. 45 грамм бородинского хлеба. И через минут 15-20 попью цикорий с молоком и съем 3 маленьких яблочка. Мой обед будет составлять, по-моему, 480 калорий. Вот такой обед у меня. Капучино, которое пила в кафе, я посчитала в перекус. Потому что нужно его тоже куда-то посчитать. Вот. Вот такой обед. Кому нравятся мои видео, подписывайтесь. Оставляйте комментарии. У нас опять начинается дождь. Ну и ничего. Ну и ветер такой. Это мои помидоры. Поперерастали. И никак не могу их посадить в тепличку. Ну, в парничок. Если еще же смысл, даже не знаю. То холодно, то дождь. Вот такие. А это еще одни помидоры на другом окне. Тоже. Тоже. Не знаю. Разве это помидоры. Одно название. Мой ужин. Без 26. Пока закипит чайок, я буду пить чай. Слабенький такой, травяной. И покушаю творог. Тут 150 грамм 5-процентного творога, 15 грамм сливок, 30 грамм сметаны, кокосовой стружки 5 грамм и 20 грамм чернослива. Это составляет 370 калорий. За целый день получилось от 1310 калорий. Такой калораж у меня на сегодня. И так прошел мой день. Всем спасибо за просмотр. Сейчас я покажу свой вес. Посмотрите, какие там изменения. А я с вами прощаюсь. До завтра. До свидания.